новый этап войны но сейчас уже это не просто новый этап войны но мне кажется качественно отличающийся от всего того что происходило не только в течение 10 от всего того что проследил в течение 10 с половиной месяцев том числе тех под периодов периодов которые с вами обсуждали с чем это связано это связано с некоторыми обстоятельствами которые я как мне кажется говорят о том набор фактов набор сигналов набор знаков свидетельства о том что путин и кремлевского руководства готовят качественно новый этап войны против украины а возможно не только против украины о чем почему можно говорить о том что такая работа идет причем я должен сказать вот что еще есть некоторые вещи которые мне кажется являются объективными и мы не сейчас обязательно скажем и есть ну и это просто как бы факты а есть некоторые уже предположение гипотезы скажем домыслы исходящие из той информации которая доступна сейчас ему должны четко разделить что точно известно и что из этого может следовать исходя из определенных предпосылок и так что нам известно первое нам известно что цели путина по отношению к украине несколько не изменились все разговоры о том что он передумал он осознал он готов по одно на другое и третье не соответствует действительности все о чем он говорит на самом деле внимательно прислушаться и в содержательном плане и в таком эмоционально психологичным подтверждает что все его цели о которых он неоднократно говорил и до 24 февраля и 24 февраля после 24 февраля остаются неизменными несмотря на все то что произошло на фронте все и том числе оступление российских войск какое было например в сентябре в октябре и сейчас некоторые движения в противоположную сторону по некоторым направлениям и потери и недостатки одного другого санкции все что угодно при всем при этом надо сказать что цели путина по отношению к украине как минимум точно не изменились и об этом они однократно говорят это первое второе поскольку он человек упорно или упрямый в достижении своей цели и он как приучил по крайней его ближайшее окружение также многих в окружающей мере к тому что если что решил то он от этого не откажется ни за что будет настаивать на этом соответственно можно было ожидать что будет он будет подходить к той же самое достижение той же самой цели уже с немножко другими инструментами с другими подходами и мы видели что переход к этим новым подходам был зафиксирован в ряде решений которые очевидно были приняты на совещании или ряде совещаний в кремле 17 сентября после возвращения путина из самарканда а после чего стали происходить и события которые хорошо нам известны в виде мобилизации которая была названа частично и в виде принятия решений о признании аннексия ряда украинских территорий о изменении риторики ну и так далее то что происходило в течение последующих четырех месяцев но вот сейчас после того как происходили эти события последних четырех месяцев стало ясно что по крайней мере вот эта мобилизация давшая мы точно не знаем сколько но минимум 300 тысяч мобилизованных скорее всего больше не знаем сколько точно часть из этих мобилизованных была брошена на фронт и с помощью многочисленных жертв этих мобилизованных прямо надо сказать удалось а вначале стабилизировать линию фронта а затем вот в том числе на таких участках фронта как бахнут и солидар даже продавливать линию фронта в другом направлении можно говорить о том что такими потерями такими жертвами но факт остается фактом происходит это изменение и сегодня вот после тех успехов какие были продемонстрированы вооруженными силами украины в сентябре-октябре в ноябре декабре январе подобных событий не происходит из чего стало ясно по крайней мере для путин и для генерального штаба российских уроженных сил что по крайней мере на один некий инструмент механизм чисто военного отношения который может влиять на изменение положения на фронте по крайней мере стабилизировать линию фронта которую до этого в течение двух месяцев не удавалось удерживать это важный вывод который они сделали но кроме этого вывода поскольку они же не отказались от этих целей пути не отказался таких целей судя по всему принято решение добиваться той стратегической цели а цель это ликвидация государственности украины установление контроля ну по крайней точно над значительной частью украины если не над всей украиной соответствующими действиями которые в на их языке называется до нацификации до милитаризация по отношению ко всей территории страны и насколько можно судить принципиальное решение на новом этапе были приняты на совещании на ряде совещаний 15 декабря прошлого года после которых путин вступил режимах вступил в режим работы 24 7 практически без выходных каждый день производит немало встреч с военными каждый день по несколько по различным темам и почему можно сделать некоторые выводы о характере подготовки путиным и кремлем и вообще всей государственной машиной россии к этой новой стадии войны среди наиболее важных я отмечу это посещение путиным и работа в течение суток возможно какого-то времени в штабе так называемый вот этой специальной военной операции затем посещение путиным штабов или центров или фронтов этой операции одного белоруссии это поездка в минск если я не ошибаюсь первая такая поездка за три последние года то есть она является достаточно исключительной затем поездка в штаб южного военного округа южного фронта в ростов проведение переговоров с государственными политическими лидерами государственных образований важных для путина при осуществлении новые этой стадии войны лукашенко беларуси так называемые лидерами так называемых днр лнр а переговоры с президентом ирана раисе проведением целого ряда совещаний начиная от коллегии минобороны до совещания с руководителями компаний производящих оборонную продукцию туле с посещением соответствующих соответствующего предприятия спуск на воду корабля адмирал горшков оснащенного всякими ракетами подготовка идеологической базы для соответствующей новой стадии войны которая запечатлена была в новогоднем обращении путина российским гражданам 31 декабря а затем получила свое дополнительное развитие в виде интервью патрушева аргументом и фактом опубликованным 11 января затем важное событие на которые обратили внимание немало наблюдателей это назначение на пост руководителя всей этой операции начальника генерального штаба герасимова и придачи ему в помощь трех заместителей соответственно нынешнего суровикина а также генерала армии солюкова ответственно за северный белорусский фронт и генерал полковника кима ответственно очевидно за южный фронт который скорее всего открывает театр запорожья крым и вот успели они быть назначенными 11 января как 12 я солюков оказался уже беларуси уже инспектировал российские войска на территории беларуси и занимался тем следовал тем как происходит слаживание российских войск и белорусских войск на территории беларуси плюс к этому сообщение о том что значительная часть флота покинула новороссийской вышла в море а известный этот корабль а адмирал гашков вышел в море идет через тихий индийский океан средиземное море и и шойгу момент рассказа об этом выходе сообщил тактико-технические характеристики ракет находящихся на борту крейсера который по его словам имеет скорость там 9 махов и дальностью тысяча километров поскольку он подчеркнул что целью достижения корабля является средиземное море то зависимости от точки в какой находится средиземном море до территории украины тысяч километров и менее 1000 километров то есть технически ему как бы такой откровенный намек на то что этот корабль может быть использован в том числе и для обстрела территории украины вот это все вместе взятая и возможно еще некоторые детали которые сейчас не сказал дает мне основание полагать что путин относится сейчас гораздо более серьезно той операции которые он начал 24 февраля с этого неоднократно что он типа опоздал надо было это делать раньше мы вот как бы были такие явно высказанные им слова о том что типа мы не очень хорошо подготовили или или запоздали или надо было получше сделать и вот все это вместе выглядит как вторая более серьезно подготовленная более попытка которая привлекает гораздо большее количество вооруженных сил да надо сказать что кроме вот этих 300 тысяч которые были призваны часть из которых находятся уже на линии холодной часть уже превратилась потери по крайней мере не менее 150 тысяч подготовлено по сообщениям опять-таки официальных российских источников ну и существует немало сообщений в том числе от украинского гора о том что в районе 15 января ожидается объявление следующей волны мобилизации не менее полумиллиона человек но известно что шойгу также сделал предложение путину с которым он согласился об увеличении численности вооруженных сил российской федерации до полутора миллионов человек примерно миллиона на котором это цифра находилась еще всего лишь год тому назад вот это все вместе взятая позволяет мне сделать вывод о том что действительно последние месяцы и неделя осуществлялась очень большая серьезная работа по подготовке перевода военных действий против украины на новый уровень и исходя из того что происходит сейчас нельзя исключить того что эта стадия может начаться ближайшие дни вы сказали в ближайшие дни андрей николаевич почему ближайшие дни потому что мы честно говоря ну и вы тоже это знаете ожидали и ожидаем что россия попытается наступать причем с разных направлений генерал заложный дом думал и писал и говорил о том что он считает что это будет февраль разные аналитики в разных странах склонялись к весне вы сказали ближайшие дни это очень важный момент прямо вот до того до вот этих дат можно сказать это все твердое знание потому что у нас есть подтверждение этого что касается сроков конечно это предположение и это здесь мы должны сказать это мое предположение исходящее и следующих факторов если действительно будет объявлена мобилизация новая волна мобилизации допустим 15 января как этот прогноз дает украинская разведка то мы знаем еще нас научили вот рабы работы двадцатых годов советских тогда военных исследователей о том что вы в общем это сейчас уже как бы широко распространенное представление мобилизация означает война как бы начала мобилизации для любого наблюдателя и означает что страна переходит на военные рельсы и собственно говоря это неизбежно приводит к военным действиям с одной стороны мобилизация уже произошла но здесь мобилизация совершенно другого уровня и естественно что если такое происходит то дополнительный полмиллиона человек допустим если прогноз верен в дополнение к тем 300 тысяч или тем кто остался от этих 300 тысяч а также от тех кто остался от тех частей которые были до того это представляет группировку совершенно других размеров чем та которая была 24 февраля 22 года на российско-украинской границе на линии соприкосновения тогда я напомню по наиболее аккуратным оценкам находилась группировка численности примерно 220 тысяч человек то есть в этом случае численность лиц находящихся под ружьем находящийся в непосредственной близости от украинских границ или могущее быть использованной в относительно близкой перспективе мы видели как происходило с мобилизованными некоторые бросали буквально в течение двух-трех дней на линию фронта вырастает до величины но видимо сейчас это близко наверно к 500-600 тысяч человек и это может быть видимо цифра увеличены ну соответственно можно даже вдвое это совершенно другая группировка совершенно другой численности пусть она будет вооружена не самым современным оружием но второе это будет оружие это будет группировка совершенно других масштабов и использование даже неэффективным образом такая группировка способна добиваться определенных результатов как частности показали в том числе бои под бахмутом и солидаром поэтому вот это 15 января или какая-то другая дата если она будет использована в качестве начала соответствующей мобилизации прежде всего привлекает внимание это первое второе о чем можно сказать по опыту предшествующих компаний которые начинал генеральный штаб советской армии штаб российской армии есть некоторые материалы которые показывают что между отдачей приказа и между датой выезда руководителя того или нового фронта на полевой командный пункт и началом боевых действий в ряде случая проходила 45 дней ну известно что например командующий киевским особым военным округом выехал и оказался полевом командном пункте в тернополе в июне 1941 года если память не изменяет 18 июня а сталин планировал как известно нападение на германию либо 22 либо 23 июня сорок первого года мы сейчас известная дата дачи приказы о начале оккупации чесловакии это было за четыре дня до действий армии пяти стран варшавского договора против чесловакии дать-то отдачи приказа по оккупации амганистан это тоже было за четыре дня дата отдача приказа до военные действия против грузии это четыре дня мы не знаем да и почему все это важно дело в том что генерал армии соляков назначенный на северный фронт 11 января 12 января оказался в минске возможно это еще не то выдвижение на полевые командные пункты которые необходимы для перехода уже всех вооруженных сил непосредственно в боевых боевым действиям тем не менее необходимо иметь ввиду что значит вот этот срок тоже надо иметь ввиду следующее что надо иметь ввиду выход ряда кораблей из новороссийского новороссийского на морской базы который также произошел если не ошибаюсь 11 января черное море не слишком большое а вряд ли эти корабли выходят через проливы босфор и дарданеллы в какие-то другие места очевидно они направляются какое-то другое место и дайте этого российская до крыма или занять какие-то позиции для проведения операции против побережья контролируемого украинской стороной в том числе для активных действий обстрела или высадки десанта в общем здесь также большой длительности не нужно поэтому все эти факты конечно заставляют задуматься о том что хотя никто не знает пока мы точно не знаем какой либо даты но по крайней мере это заставляет нас быть предельно внимательными к тому что происходит в том числе и ближайшие дни течение последнего года даже последних полутора лет мы пытались рационально объяснить время для самих себя действия путина действия российских властей по отношению к украине в том числе и военным отношениям и когда например в прошлом году год тому назад чуть больше года назад год назад чуть меньше года снова до 24 февраля я в частности вашем эфире нет эфире некоторых других коллег пытался анализировать объективно говоря базируясь на объективных критериях способен или не способен будет или не будет путин использовать ту группировку которая сосредоточена вдоль российско украинской границы и вдоль линии соприкосновения в том числе который даст 150 тысяч 170 даже 220 как она оказалась скорее всего конечном счете вывод заключался в том что для того чтобы проводить те операции достигать тех целей которые путин поставил перед собой этой группировки недостаточно вывод из которого делали мы ну в частности делал я если этой группировки недостаточно то он этого делать не будет до тех пор пока не будет накуплено необходимые по численности группировка оказалось мы ориентировались как бы на объективные факторы количество вооруженных сил их вооруженность расположение так далее мы меньше обращали внимание это была наша ошибка на миша обращали внимание на мотивацию по цели а как выяснилось 24 февраля не имея достаточного количества войск для достижения тех целей которые он перед ними поставили которым поставил перед собой путин отдал приказ двинуть эти войска он не смог достичь тех целей которые он поставил в течение последовавших десяти с лишним месяцев но он двинул эти войска соответственно мы когда пытались оперировать объективными факторами пытаясь анализировать его действия ошиблись потому что в том же самом анализе он оперировал не только объективными факторами но и своей мотивации его мотивация на этих весах оказалось гораздо более весомой чем объективные факторы а это первое наблюдение второе наблюдение вы совершенно справедливо говорите и это тоже говорили очень многие наши наблюдатели и эксперты когда услышали про мобилизацию и говорили то же самое но где же нужно подготовить нужно хотя бы на полигоны на базы дать оружие дать абонирование какое-то слаживание это потребует ну хотя бы нескольких недель и мы знаем что немалое количество мобилизованных оказались на линии фронта погибли или попали в плен в украинский плен после через два-три дня после того как он их мобилизовали то есть с точки зрения опять-таки нашего рационального а подхода и ошиблись потому что такого быть не должно было то есть по крайней мере нас были несколько недель находиться вот на этих базах полигонах каким-то образом нужно нет и опять-таки на этих весах между объективными факторами и субъективными желаниями мотивация субъективное желание и цели путина перевесили объективные факторы необходимости подготовки поскольку это уже происходит не первый раз и вот по крайней мере даже в условиях вот этой войны чрезвычайно тяжелый для всех мы в очередной раз пытаемся взглянуть на объективные факторы и на рациональные факторы и с помощью рациональных факторов объяснить поведение путина и в очередной раз мы убеждаемся что он рука руководствуется своих действий не только и не всегда рациональными факторами объективными факторами о своей мотивации своими целевыми характеристиками поэтому я предлагаю по крайней мере в наших разговорах в дополнение не отказываясь полностью от этого рационального подхода попытаться гораздо большее место и уделять и больший вес придавать мотивационным настроением путина чего хочет он независимо того есть для этого у него объективные ресурсы или нет маленькое уточнение позвольте андрей вообще правильно понимаю что вот из того что вы сейчас сказали можно сделать простой очень вывод что путин будет бросать в топку войны все что он будет считать нужным бросить и не считаться с результатами сегодняшними завтрашними просто есть цель и он будет следовать этой цели несмотря ни на что есть это до последнего россиянина до последнего с его точки зрения украинца и так далее я бы чуть переформулировал вашу ваше вот вашу точку зрения который вытекает из того что я говорил я бы так сказал что путин может это делать нет гарантии нет будет строгого будущего времени как он будет делать он может видимо делать и соответствии с рациональным подходом потому что как минимум вот по его собственным словам минимум сто пятьдесят тысяч из мобилизованных еще не находятся на линии фронта то есть собственно проходит тогда уже как минимум трехмесячную если не более подготовку а какая-то часть из них была брошена сразу же на линию фронта то есть мы должны понимать что это не означает что он абсолютно лишён рационального подхода нет но это означает что для тех или иных целей он готов действовать как рационально так это что с нашей точки зрения является иррационально он действует поэтому мы должны быть более как бы открыто подходить к анализу его а подход он может действовать так и может действовать и так и если по каким-либо соображениям он сочтет возможным и необходимым использовать например следующие полмиллиона мобилизованных если они будут или какую-то часть из этих мобилизованных без необходимой подготовки без размещениях на тех или иных базах и полигонах но мы не должны исключать эту возможность мы не знаем будет это или нет но исключать эту возможность мы не должны и это означает что учитывая опять эту скорость передвижения больших масс людей с помощью современных транспортных средств мы не можем исключить что на каких-то участках на которых сегодня никого нет или почти никого нет в очень короткое время может оказаться бас достаточно большая группировка пусть она будет не очень обучена возможно она будет не очень вооружена но она будет и это тоже один из выводов который мы обязаны сделать по крайней мере из из того опыта прогнозирования военных действий осени 21 года и зимы 21 22 года когда мы говорили вот этих самых двухсот двадцати тысяч находившиеся на линии соприкосновения достаточно достаточно мы говорим я говорил недостаточно а это была ошибка потому что в размышлениях путина это важно не только эти двести двадцать тысяч но это важно и все эти вооруженные силы которые находятся под его командами которые могут быть переброшены в любой момент мы видели что там десантники летели из пскова это не в пределах 50 или ста километров от украинской границы дальние бомбардировщики летели саратов из эгельса это тоже не ближайшие границы всякие ракеты летели всяких других мест связь разведки и прочее это работал из других мест которые не находились непосредственно близости и соответственно подход который может быть был бы приемлем может быть сто лет назад или 200 лет тому назад непосредственно близости от театра военных действий сегодня точно не приемлем надо учитывать все все учительность вооруженных сил а сейчас для этого есть еще дополнительный фактор потому что командующим военными действиями против украины назначен не какой-либо один генерал он назначен непосредственно начальник генерального штаба под формальным командованием которые находятся все вооруженные российской федерации поэтому сегодняшние более миллиона человек и завтрашние полтора миллиона соответствии с планами герасимова шойга путина находятся под непосредственным командованием для этого не нужны никаких бюрократических согласований и я думаю что в наших расчетах мы должны иметь ввиду что сегодня или крайнем случае завтра украине украинским вооруженным силам просто стоит группировка численностью полтора миллиона человек андрей николаевич тогда если позволите давайте пойдем дальше потому что если вы сказали что путин может начать новый этап войны в ближайшие дни исходя из объективных факторов которых вы говорили исходя из мотивации и субъективных факторов на которые вы тоже справедливо указали как вам представляется может выглядеть следующий этап будет ли это широкомасштабное наступление или наступление по разным направлениям и в начале интервью вы сказали очень интересную фразу что это может быть начало новой фазы войны и не только против украины давайте к этому тоже вернемся как как вы это видите я понимаю что вы не военный эксперт но просто вот очень интересно как вы это понимаете какие здесь есть возможности два больших вопроса давайте их разделим и будем рассмотреть последовательно первое я считаю важным разделить два понятия большая война и полномасштабная война к своему сожалению вот до 24 февраля я нередко сам лично называл эти два термина через запятую как бы это неправильно а надо разделять большую от полномасштабной в чем здесь различим но по крайней мере то различие какое делаю для себя полномасштабная для себя я это воспринимал как использование большого количества разных видов вооружений оружие типов видов частей соединений для ведения боевых действий то есть это не ограниченная какой например была военная операция на донбассе в течение 8 лет а это использование тех сил и средств которые там не используют например стратегическая авиация ракетные войска а черноморский флот я имею ввиду последние 10 месяцев это переход от скажем так вот войны ограниченных масштабов какая была на донбассе в течение 8 лет к полномасштабной войне в рамках которой используются практически все виды вооружений какие находятся вот в распоряжении генерального штаба вооруженных сил России с исключением может быть только оружие массового уничтожения это как бы отличие особенность так называемой полномасштабной войны что называется большая война ну по крайней мере в моем понимании эта война нацеленная на достижение большой цели в данном случае цели захвата и установления контроля оккупации всей территории страны а и поэтому скажем когда я вот там год тому назад говорил о том что с моей точки зрения большой войны не может быть потому что тех самых 220 тысяч вооруженных сил которые накоплены недостаточно для осуществления этой задачи по отношению к Украине и мы приводили расчеты они есть опубликованы у меня и в журнале и в статьях говорившие о том что этой группировки достаточно для проведения региональных операций в частности для оккупации северной таврии для захвата Мариуполя для выхода на линию реки Днепр и Каховского водохранилища для локальных операций например такой локальной операции по захвату Харькова вот если такого рода операции то той группировки было бы достаточно однако для осуществления уже более крупных операций то есть по оккупации всей южной Украины или всей левобережной Украины или одновременно южной и левобережной Украины такой группировки недостаточно приводили соответствующие расчеты которые показывали что для проведения военных действий такого рода скажем для оккупации левобережной Украины необходима группировка численностью полтора миллиона человек это вот это то что называется большая война ну по крайней мере той терминологии какую я старался использовать так вот в ноябре 21 с ноября 21 по 23 февраля 22 года я считал что большая война невозможна и с моей точки зрения этой большой войны до настоящего времени не состоялось потому что тех сил было недостаточно для оккупации вот такой территории Украины как например левобережная или южная или левобережная и южная Украина не говоря уже о всей Украине если же и говорят что численность необходима для такого рода операции полтора миллиона человек именно цифру назвал Шойгу именно с этой цифры согласился Путин соответствующее решение принято первая волна мобилизации прошла если ожидается скорее все так и будет потому что необходимо соответствовать вот этим цифрам если эта волна будет проведена то тогда соответственно численность вооруженных сил Российской Федерации пригодна к боевому использованию вырастает до полутора миллионов человек и поэтому с объективной рациональной точки зрения эта группировка оказывается достаточной для того чтобы по крайней мере попытаться осуществить такую цель другое дело получится не получится с какими потерями другой но исходя из этих расчетов базирующихся на опыте если память не изменяет до 80 военных операций и военных компаний и войн которые проводились советскими и российскими генеральными штабами в последние почти 100 лет такой группировки с этой точки зрения может оказаться достаточной поэтому еще раз возвращаемся полномасштабная война в течение 10 с половиной месяцев была она шла мы видим что используют практически все виды вооруженных сил за исключением оружия и у нас во поражение а что касается большой войны не было а вот сейчас с мобилизацией с теми подкреплениями с теми подтягиваниями с теми подготовками которые осуществлялись в последние 4 месяца и которые скорее всего будут продолжаться в предстоящем месяце такая группировка возникает и соответственно появляется объективная возможность для проведения большой войны большой войны целью которой действительно является установление оккупационного контроля над значительной частью Украины для Путина Андрей Николаевич считаете ли вы что это будет наступление повторюсь вот по разным направлениям или вы не готовы об этом говорить считаете ли вы что Беларусь будет активно вовлечена и Лукашенко все-таки будет использовать свои войска простите считаете ли вы что будут осуществлены какие-то провокации или возможно наступление на страны например я все-таки возвращаюсь к этой вашей фразе и не только против Украины мы к этому сейчас вернемся но мы попробуем продолжить тот же самый подход о котором мы с вами говорили то есть анализ как бы объективных ресурсов и субъективных намерений и мотиваций давайте попробуем совместно с вами подумать как бы действовал Путин понятно мы исходим из наших представлений может быть не особая подхода конечно но тем не менее мы постараемся у него цель осталась неизменной восстановление контроля за всей территории Украины восстановление политического контроля по крайней мере на значительной части территории Украины точно за первые эти десять с половиной месяцев ему это не удалось почему это не удалось об этом многие говорили со всех сторон и в Украине и на западе и в России главная причина украине помогают украине помогает запад украине помогают партнеры украине помогает нато если посмотреть на риторику Путина последние четыре месяца он именно так объясняет своим коллегам российской аудитории почему нам не удалось достичь тех целей вот этой самой специальной военной операции потому что мы воюем не с Украиной мы воюем с западом мы воюем с стата мы воюем с Соединенными Штатами мы воюем с англосаксами и если год тому назад или феврале такие термины проскакивали но основными они не были сейчас других тезисов например тезисы что мы они то есть воюют против украинских нацистов бандеровцев этого практически нету наоборот там произошло очень существенное изменение идеологического сопровождения целый ряд выступлений и Путина и Патрушева входятся к тому нет мы сегодня совместно с братским украинским народом боремся против запада это потрясающе то есть нет вот если там год тому назад рассказывалось потому что у нас один народ и что нет таких украинцев что нет таких белорусов вы должны стать такими же русскими нет сейчас уже другой подход во-первых появился украинский народ который год назад не было во вторых этот украинский народ стал братским а в третьих этот братский украинский народ отрывает от братского русского народа злой запад злой англосаксонский запад американский запад который вот осуществляет величайшее зло против двух братских народов и поэтому мы теперь совместно с братским украинским народом берем борьбу против этого агрессивного запада нато сша англосаксов и соответственно идеология и вбрасываемые тезисы начинают меняться но а это вот это просто говорит о том что что у нас происходит с точки зрения идеологии это практики но на практике важный вопрос значит для путина его ему и генштаб это показал эти данные а шойгу даже на этой коллегии в минобороны рассказал о том что соединенные штаты и западные страны предоставили оружие украине на сумму если мне память не меня 97 миллиардов долларов это то что называется инфляция данных мы считали внимательно я в вашем эфире неоднократно как в других местах рассказывал о том какие конкретные цифры действительно военной помощи которые были оказаны украине в течение первых десяти месяцев до 31 декабря 22 года эта сумма составляет примерно 20 миллиард долларов но это та сумма на которую были приняты решения так называемые авторизации авторизация и в большой степени скорее всего эта часть вооружения оказалась на территории Украины то есть 20 миллиард долларов то есть примерно в четыре если не в пять раз меньше чем та сумма которая названа Шольга но эта цифра естественно там пугает производит впечатление они соответственно на основе этой цифры всякие делают расчеты и говорят что главную проблему составляет запад поставки оружия со стороны запада в том числе многочисленные сообщения о поставках например оружие сейчас уже о системах о системах бронетехники и даже участившиеся разговоры о возможных поставках танков Украине то что является предметом обсуждения последнее время вот это все заставляет их думать о том что как только вот уже эта новая техника окажется на территории Украины то справиться с этим до конца не до демилитаризированным режимом будет уже труднее поэтому надо справиться с ним до того когда вот эти поставки будут осуществляться на территории Украины логично ну в этом есть бесспорная логика тем более что мы знаем что на самом деле западные партнеры еще не поставляют эту технику они только обещают что это будет через несколько недель или через несколько месяцев пока их на самом деле нет дальше следующий вопрос а как они поставляют эту технику они поставляют ну естественно вот самолетами кораблями довозят до Европы и затем в основном через территорию Польши доставляют на территорию Украины и дальше уже здесь поэтому по логике вещей для того чтобы не допустить такого развития событий необходимо либо добиться очень очень быстрый блиц победы над вооруженными силами Украины до того как начнут поступать эти поставки боевой техники вооружений ну о блиц победах мы уже знаем да но уже подникли некоторые и тогда вот если мы пытаемся находиться как бы так сказать в туфлях Путина так можно попытаться не допустить этого и здесь мы смотрим на то какова доктрина уже популярная доктрина среди генералов российской военной школы это доктрина глубоких охватывающих ударов так называемых клещей доктрина которая получила свою по-английски бы сказать justification оправдание и даже определенное божествление после Сталинграда когда была она осуществлена и таким образом заняла соответствующее место и в истории так сказать советской или российской военной истории и в истории военных действий в целом мировой эта теория очень любима не случайно что именно этот план пытались реализовать против Украины на юго-востоке неоднократно меняя разные подходы но пытались реализовать именно эту школу поскольку с этой школы с этим подходом знакомы не только в Москве но и в Киеве и изучали ее тоже очень хорошо но неудачно пытались надо вот одни неудачно пытались существовать другие удачно пытались противостоять но дело в том что с этой тем подходом знакомы те и другие главная цель для Путина для генштаба российских органов сил становится попытка отрезать Украину вооруженные силы Украины продолжающих успешно сопротивляться агрессору от поставок западной техники боеприпасов и оружия они идут по двум основным каналам один канал это польская граница прежде всего то есть это отрезок Украина польской границы от стыков Белоруссию до Карпат небольшой кусочек Закарпатья это поставки из Словакии и другой кусок это поставки из Румынии соответственно для того чтобы добиться стратегической цели которую формулирует Путин необходимо перерезать эти пути снабжения можно ли это сделать если руководствуется вот этой теории глубоких охватов то можно попробовать попытаться отрезать Украину от этих поставок попытавшись перерезать каналы поставок на территории Волынии на территории Волынии и Галиции для этого необходимо нанести удары из Белоруссии с севера на юг понятно что в зависимости мы не можем заранее сказать и предположить где такие удары могут быть нанесены но размышляя о том где такого рода удары могут по крайней мере могут быть осуществлены исходя из логики наличие дорожной сети расстояние крупные транспортные узлы и так далее нельзя исключить что такие удары могут быть на Сарны на Маневичи на Ковель но если попытаться добиться максимального результата за наиболее короткое время в надежде на то чтобы добиться это был бы наверное удар вдоль непосредственно украинско-польской границы восточной по направлению на Владимир Волынский и Луцк ко Львову поскольку Львов является крупнейшим транспортным узлом западной Украины через который или к северу от которого проходят практически все пути связи Центральной и Восточной Украины с Европой то таким образом выведение строя Львовского транспортного узла в большой степени могло бы существенно ограничить поставки любой помощи прежде всего конечно военной но не только с территории Европы поэтому хотя мы этого не знаем и хотя логика здесь может быть разным но вот от Бреста и Кобрина напрямую ко Львову по-моему 200 может быть с небольшим километров там достаточно развитая дорожная сеть там нет кажется существенных препятствий природного характера я опять-таки не знаю что думает об этом в генштабе России но с точки зрения Украины мне казалось бы что это направление является одним из наиболее опасных необходимо сделать бы все чтобы этот вариант развития событий не был бы реализован это одно направление второе направление это поставки из Румынии и здесь есть несколько тоже путей самый главный проходит по сути дела через буджак это юго-западная часть Одесской области или это буджакская степь к югу от Молдовы ограниченная соответственно реками Дунай пруд и днест в нижнем течении а это район со сложным этническим составом а это район в котором наверное самый невысокий уровень проукраинских настроений на территории современной Украины этот район граничит с Гагаузией автономным районом на территории Молдовы в котором уровень пропутинских настроений достигает порядка 90 если не 99 процентов судя по событиям лета прошлого года а этот же район также выходит практически непосредственно в близость к преднестровью понятному контролируемыми пророссийскими силами поэтому нельзя по крайней мере теоретически исключить попытку того что если использовать например какие-то либо десантные ресурсы для того чтобы совершить высадку в бюджаке который является достаточно удаленным от основных центров военного управления украины и на территории которого как мне кажется я могу ошибаться возможно недостаточных сил и средств для противодействия попытаться захватить территорию бюджака продвинуться до гагаузии продвинуться до преднестровья и в зависимости от развития ситуации возможно даже попытаться повлиять на изменить власть молдове по крайней мере летом прошлого года такая попытка как мы знаем предпринималась и в этом случае уже так сказать новая власть в молдове могла бы полностью перекрыть каналы поставок какой-либо помощи прежде всего конечно военность территории Румынии через территории Молдовы на территории Украины я специально как бы обрисовываю вот эти сценарии которые возможно на первый взгляд выглядят совершенно фантастичными но я специально это делаю для того чтобы как бы познакомить с характером мышления который может существовать в российском генштабе по кроме некоторой операции которые генштаб проводил например в той же самой грузии в 2008 году они не слишком отличают того приложение грузии чем то что я рассказываю сейчас по отношению к Украине по сути дела это переложение грузинского сценария грузинского плана грузинской войны войны против Грузии восьмого года по отношению к Украине в 2023 году в случае реализации этого плана вот эти так называемые клещи которые по своей численности могут оказаться в общем не потребовать слишком большого количества ресурсов но достаточно качественных ресурсов на очень чувствительных и возможно с точки зрения российского генштаба уязвимых направлениях в течение относительно короткого времени могли бы поставить уже не какой-то участок фронта как это планировалось весной 2022 года где сосредоточены основные и наиболее подготовленные части а уже всю Украину со всеми ВСУ и с подавляющим большинством населения в состоянии частичного или даже полного окружения и отрезания от основных каналов снабжения из запада еще расскажу это гипотеза это ни в коей мере не знание это ни в коей мере утверждение того что так думают но это привлечение внимания к тому что может быть как например полтора года тому назад в апреле 21 года в эфире украинского канала я как бы тоже пытаясь стать в туфли Путина пытался как бы обрисовать возможное направление удара при начале скажем войны средних размеров это направление по захвату северной таврии северокрымского канала Мелитополя энергодара с запорожской электростанции с выходом к Херсону а с захождением в тыл Мариуполя установление сухопутного коридора с ДНР ЛМР а еще раз скажу сегодня мы не можем сказать насколько вероятно или наоборот является абсолютно безумным тем не менее знакомство с ходом размышлений такого рода мне кажется было бы не совсем бесполезным в 2013 2014 году и я и не только я предупреждали о том что путин планирует оккупацию аннексию Крыма и вот это уже точно неоднократно говорили в украинских взрывах коллеги не верили в это просто не верили от слова совсем что такого быть не может мы пытались это сделать но это не получилось это произошло затем я помню как в апреле я говорил о том что дальше начнется война на Донбассе и даже говорил точную дату ночь на 6 и на 7 апреля так оно и произошло потом я должен сказать за три дня я говорил о том что будет наступление под Иловайском российских войск опять в это никто не поверил вот так получилось затем как мы хорошо знаем вот я в прошлом году анализирую ненамерение я когда говорил про Крым и про Донбасс и про Иловайск у меня не было данных о численности российских войск я вообще на это не операции я анализировал только намерения и говорил о том с какие с моей точки зрения могут быть намерения у Путина и у российского военного руководства осенью 21 года я стал по настоятельным рекомендациям военных экспертов и специалистов ориентироваться не только на намерения но и на ресурсное обеспечение этих намерений которые последует тому же подходу обращая внимание на намерения будут ли они реализованы или они не будут реализованы мы не знаем если не будут слава богу это значит дополнительные человеческие жизни будут спасены или они не пострадают дай бог не будет этих разрушений но если же такого рода мысли и намерения присутствует то лучше быть предупрежденным даже если эти предупреждения потом не реализуются слава богу а то что будут говорить ну и пусть говорят человеческие жизни важны а Продолжение следует... Продолжение следует...